Как старшеклассник внезапно стал легендой вашей школы. Мой одноклассник. Добрый, спокойный, но с сорванной наглухо башней. Самая строгая, злая, кричащая училка посадила его на первую парту прямо перед собой, чтобы не баловался. Это одиннадцатый класс. Он спокойно сидит, а потом кладет руки на воображаемый руль и начинает тихо, спокойно ехать. Передачи приключает. Когда она это замечает, делает совершенно вопрошающее лицо. Он накидывая взглядом пассажиров на заднем сиденье. Вторая парта. Мы с Костяночем в машине? Хе-хе-хе. Все начинают тихо угорать. Училка. Так, Иванов. Фамилию изменил. Совсем с ума сошел. Леха поворачивается к ней лицом, фигачит по воображаемым тормозам и орет, что из сил. Жить надоело, дура. Это только одна из его выходок. Легенда. Она была лучшей ученицей школы за последние пять лет. Наш класс даже бился за учебники с ее заметками. Там были сделаны почти все задания идеальным почерком. В нашей школе легендами были два очень хороших человека. Учитель, которого все обожали и ученик, за которым вся школа готова была пойти. Помним, любим, скорбим. Самоупийство и рак лишили этот мир чего-то действительно хорошего. На 8 марта чел надел на себя стул школьный. Стул на нем застрял. Чела зажало в дыре между спинкой и сиденьем. Это было дико ржачно. Пол школы толпилась у входа в кабинет со злополучным стулом. На шум пришел учитель, который начал орать на ученика, разводившего руками. К сожалению, в этот момент мне пришлось покинуть место действий. Но мне потом рассказали, что ему пришлось раздеться, чтобы освободиться. Его обступили и прикрыли одноклассники. Мой друг и по совместительству одноклассник однажды вместо трех конспектов написал в тетради по географии монологи из игр Far Cry 3 и Stalker, приукрасив все это множеством матов. Мало того, что он не поленился все это сделать, а там было немало рукописной работы, так он и не побоялся трех двоек в журнал. Вся школа ненавидит учительницу по географии, а эту самую историю мы выложили в нашу группу, куда выкладывали кучу мемов с людьми из нашей школы, предоставив доказательства, фото конспектов и самих оценок на всю страницу. Но самое интересное то, что мама главного героя отреагировала абсолютно нормально, чего никто не ожидал. Она сама знает, какая это учительница и как к ней все относятся. Не удивлюсь, если она даже гордится своим сыном. Так мой друг по праву считается легендой школы. Была студентка на последнем курсе, вроде с филфака. Близился выпуск и на собрании почти всех выпускников и преподов после важных экзаменов для поддержания или слов напутствий она попросилась на трибуну и толкнула речь про все годы обучения, мерзкие поступки в ее и стороны других, про угнетение и унижение снова в те же адреса. Ее просили прервать. Она вырубила ладонью парня, который шел затыкать ей рот, заткнула рот директрисе, а та была то еще бой бабой. Она звучала так убедительно и так огненно, будто готовила этот толк все лет семь. Она надругалась и над небрежной системой образования, и над стервозной математичкой, при этом не переходя на личности. Многие подчеркнули весь сюр и иронию, так скомпонованную во всю речь. Это было просто легендарно. После этого выступления, которое повергло абсолютно всех в транс, в этот шок своим напалмом и продуманностью, она демонстративно закурила толстую сигару и ушла, врубив какой-то тяжелый кавер на Битлз. Все провожали ее ошарашенным молчанием. Как мне говорили, она была серой мышцей со средними баллами, которая улучшила отметки на последнем году обучения. Она стала неким «не найду слов» для всего универа. Лично сам я там не присутствовал, я тогда был на втором курсе. Я учусь в этой школе с первого класса, сейчас уже поступила в седьмой. У нас есть лучший учитель по физике, пожилой, невысокий старичок. Он учит мой класс первый год, но он понравился всем моим одноклассникам. У него нет любимчиков, нет учеников, которых он недолюбливает. Он может потратить целый урок на то, чтобы объяснить формулу, которую не понял хотя бы один ученик. И на прошлой неделе одиннадцатый класс подготовил для него сюрприз. Был урок физики. Учитель объяснял нам тему, как в класс забежали человек 30 с учебниками по физике за седьмой класс и стульями. Они сели между рядами и хором сказали, «Извините за опоздание, имя учителя, мы искали учебники». Наш учитель был поражен и просто стоял раскрыв рот, но он не отругал их, не заставил выйти, а просто сказал фразу, которую говорит перед каждым уроком. «Сдаем телефоны, закрываем рты и начинаем урок». После этого мы в полной тишине слушали его, а после урока к нам в кабинет пришла директор и подарила ему огромный плакат в рамке, который нарисовал тот класс. Он расплакался, несмотря на то, что он всегда был серьезен. «Лучший учитель, который у меня был и есть». Этот учитель стал легендой уже не для одного поколения учеников. «В моем случае не чел, а весь класс. Мой. Чего мы только не сделали за два года старшей школы». Ах, ах, с чего начать. Наши перемены всегда сопровождались звуками, издаваемыми губной гармошкой. Повесили табличку «Карантин по коронавирусу» в первый же день, когда нас посадили на карантин по ветрянке. Устраивали день бухгалтера, наряжались на Хэллоуин, всю зиму открывали окно и кидали снежками. Распилили бутылку для кулера, использовали те же бутылки, как барабаны. Принесли флаг ЛГБТ, устроили с ним фотосессию, и он провисел у нас в кабинете целый день. Флевать было даже на завучей. Приносили пледы и сидели, завернувшись в них, как в бурита. То, что я могу пока вспомнить. Но самое обидное, нас все знали не из-за всего перечисленного, а из-за того, что на уроки приходили от силы 10-12 человек из всего класса. И эта посещаемость для нас была нормой. «Я стал легендой только из-за того, что я больше не девственник». «Объясняю. В школе я всем казался паенькой и мирной, но вне школы я другой. Все думали, что я не найду девушку в школьные годы, но летом я раскрепостился на всю дурь. Спасибо, Любе. Из-за чего у меня первый раз с моей девушкой был этим летом. А когда эта информация начала распространяться, то я превратился в инфоповод школы. Для них котенок стал львом». Единственная ученица, которую знала вся наша школа, это девочка, которая умерла в 11 классе. Незадолго до выпуска и на ее похороны насильно согнали всех старшеклассников. А так всем было плевать друг на друга. Пришел в школу работать новый трудовик, частично стереотипный. И когда знакомились, разговор зашел об училке по русскому и литературе. Она была такой змеюкой, подышит на тебя и твоя кожа облезет от яда. Не увольняют ее только потому, что некому заменить. Школа деревенская. Один тип, которого она наиболее сильно достала, как и меня, начал трудовику всю правду рубить про нее. А он очень внимательно слушал и в конце сказал три слова. Я ее муж. Меня спасли моя наблюдательность, чувства шухера. И то, что я тормоз, потому что не начал первый тараторить. Одноклассник так и не рассказал, что с ним случилось потом. Один челик с моей школы стал популярным, когда в аккаунте инсты о нашем городе появилось видео, где этот челик стоит укуренный каким-то дерьмом. У нас было предвыпускное школьное выступление. С того дня прошло 4 года. Я был в 4 классе, тот пацан в 11. Там одним номером была типичная сценка. Хочу я быть учителем, хочу, а если я не буду, то... И вот настает его очередь. Он делает шаг вперед и начинает говорить. Сантехники, пойду. Всунул, вставил, потекло. Его знают все ученики 5 и выше классов. Даже те, которые поступили в 5 только в этом году. Я незаметно расклеивал стикеры с мемами по всей школе. Это было мое любимое хобби. Просто приходил домой, печатал на черно-белом принтере разные картинки и приклеивал к ним двухсторонний скотч. Они были смешными. Например, я приклеил стикер на дверь школьного туалета со Стетхэмом, который говорит, «Я вам запрещаю срать». Еще однажды я приклеил стикер на потолок в туалете. Так как я 2 метра ростом, это не составило труда. И никто не мог его отодрать. Я понял, что я легенда, когда по всей школе началась волна историй, на которых селфили с моими стикерами. За 2 года я ни разу не был замечен за своим занятием. И до сих пор люди гадают, кто это делал. Одноклассница моего брата в коридоре, при всех, как раз была большая перемена, отвесила завучихе о плюху. Девушку вскоре исключили, но тот остаток недели почти вся школа ее едва не целовала. Появилась новенькая в классе. Девочка с диабетом, увлекающаяся аниме и играми. Умная, но с проблемами в семье. Осенью на неделю мы поехали в лагерь, где она решила наесться сладостями сама. Из-за чего ей стало очень плохо. Вызвали скорую. Больше мы ничего о ней не слышали и не видели. Как мы приехали обратно в город и снова начали учиться, наша классная рассказала, что ее отобрали от ее матери, пропивавшая ее деньги на лекарства. А девочку отправили в специальное место, отель, где ей помогут. И после отдадут родственникам. Больше мы ничего не знаем о ней. И хоть мы все уже в старших школах-колледжах, изредка вспоминаем ее. Не знаю, насколько это легендарно, но пофиг. Но в нашей школе был военный профиль. На каждой физре они надевали плавки или купальники и шли на улицу. Даже зимой. Обливаться ледяной водой. Была одна выпускница. Я тогда еще и училась в девятом-десятом. Эта девушка, кажется, что-то забыла в кабинете. И она после обливаний осенью или зимой в черном раздельном купальнике прошла через большой холл и еще через весь коридор кабинетов. Мы вспоминали об этом до нашего выпуска. Я довольно тихий во всем. Чихал как кот, ходил в обуви с твердой подошвой бесшумно. Говорил тихо и так далее. Это было только в школе. Я чихнул как выстрел из пистолета с глушителем. Он особо не делает звук тихим. Ударил с альбома парту. Напугал весь класс во время чтения класса без звуков. Перед тем, как я чихнул, было тихо 30 минут. А на этом все. Если видео вам понравилось, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также, если не сложно, оставляйте комментарий более чем из 4 слов. Это очень поможет продвижению данного ролика в рекомендации. Большое спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok